Всем привет, мои хорошие! С вами Майка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами мукбанг, зеленая стручковая фасоль. По идее, такой мукбанг я снимать в принципе не собиралась, но, но, на моем канале iCook я готовила рецепт этой фасоли. Подумала, почему бы нет. Так даже будет интереснее. Так что рецепт этого блюда вы можете найти в инфобоксе. Там есть ссылочка на мой кулинарный канал. Там вы найдете рецепт. Очень-очень вкусно. Прям обалденно. Сегодня такая встала, такая бодрая. Прям полна сил. Посмотрела пару влогов на ютубе. И сегодня же начала снимать влог, который вам обещала. Начала, знаете, там шкаф разбирать. И решила, что все вещи, которые мне не нужны, я отдам своим подписчицам. Раньше я все выбрасывала, а потом в комментариях обнаружила, что девочки пишут, зачем ты это все выбрасываешь. Может, кому-то это нужно. А потом я подумала, что действительно. Просто, вы знаете, мне как-то стыдно отдавать свои старые вещи. Мне кажется, они никому не нужны. Ну, если кто-то пишет такие комментарии, значит, действительно кому-то эти вещи нужнее, чем мне. Вот, и я решила, что кто первый напишет мне в инстаграме, захочет забрать, тому я и отдам. Там сумочки, знаете, некоторые платья, которые я не ношу. Даже есть одно платье, которое я ни разу не носила. Это просто висит и висит. Я не люблю складировать дома ненужные вещи. Еще, кстати, заранее вам скажу, если вы живете в другой стране, в другом городе, скорее всего, эти вещи я вам передать не смогу. Потому что доставка обойдется дороже, чем эти вещи. Лучше же я вам деньги на карточку кину, если так хочу что-то хорошее для вас сделать. То есть, это как-то нецелесообразно. У нас вообще в боку, это, кстати, имбирь, почта очень дорогая. Один раз я хотела отправить куртку своего брата в Россию. И мне посчитали, что это мне обойдется в 2000 рублей российских. Где-то 50 с чем-то монад. Вот я раскинул мозгами. Старая куртка, она стоит 1000. Вот зачем я ей буду за 2000 отправлять? Причем, знаете, как-то странно они работают. Чеки не дают, непонятно твои деньги, знаете. Куда пошли, на что пошли. Вот если бы в России была бы такая ситуация, сразу люди бы потребовали, где мой чек. У нас, к сожалению, люди не умеют требовать свои права. Поэтому так происходит. Вообще, от старых вещей нужно уметь избавляться. Если это не делать, то квартира превращается в свалку. У меня маленькая комната. В ней огромный шкаф, и он просто забит. Я думаю, вот куда это все? Летние вещи нужно убирать, а мне их убирать некуда. У меня, к сожалению, в квартире нету кладовки. Но это очень нужная вещь. Можно, в принципе, это все собирать на балконе, но я один раз так сделала. И в результате получилось, что все мои вещи промокли, провоняли. У нас просто балкон не застекленный. И когда идет дождик, следовательно, какая-то часть дождя падает на мои вещи. Легче уж сразу их выбросить, чем на балкон. Пусть годы они там гниют, и потом выбросить. Вроде полная сковородка. Фасоли была. Но она прям так идет. Я думаю, это даже маловато для меня. Также бижутерию. Разобрала сегодня свою бижутерию. Засняла, но, скорее всего, выкладывать, наверное, не буду, потому что это вообще неинтересно. Я так посмотрела со стороны. Но сейчас так бывает. Я снимаю что-то. Потом сама смотрю и думаю, блин, кому это интересно. Просто нереально вкусно. Я люблю, когда масла много. Вот реально хвалю. Вы подумайте, я хвалю, потому что я сама это приготовила. Но на самом деле нет. Хотя, может быть, и да. Потому что, когда я готовлю, я готовлю так, как нравится мне. Мне, например, нравится, когда лук хорошенько прожаренный или сваренный, чтобы его абсолютно мне было видно. А когда это делает кто-то другой, он делает не по моему вкусу. Поэтому, девочки, учимся готовить. Меня как-то, если честно, даже немножко затянуло в эту кулинарию. Я думала, что у меня на каждом видео будет по 200, по 300 просмотров. То есть, я думала, что просто люди подпишутся, чисто меня поддержать. А я вижу, что реально людям это интересно. Даже подписчики, которые умеют готовить это блюдо, все равно смотрят это видео. Например, Довга я готовила. Там в комментариях очень много было поправок, например. Девчонки писали, что мы еще лук добавляем, а мы еще чеснок добавляем. С одной стороны, интересно это, потому что в следующий раз я тоже могу приготовить с чесноком. То есть, приятно осознавать, что людям интересна кулинария. Тем более, у меня канал прям связан с едой. Кто любит вкусно покушать, ставьте лайк. Что касается закрытых комментариев. Почему они закрыты? Кто их закрыл? И так далее. Вообще, я знала, что люди никак не хотят воспринимать рекламу. Это нормально, я по этому поводу даже не обижаюсь. Но иногда бывают какие-то такие комментарии, которые меня задевают. И хоть, знаете, 10 хороших комментариев. Вот один такой хейт может прям испортить настроение. И пусть даже, когда комментарии отключены, просмотров намного меньше бывает. Но все равно зато у меня хорошее настроение, зато у меня мотивация снимать. Я знаю, что даже хейтеры в глубине души любят меня. Так что все окей. Как-то я видела девочку. Наргиз ее звали. И даже у нее на профиль даже фотография была. Такая блондинка. И она под каждым моим видео обливала меня грязью. Потом я зашла на канал Верняевой. И чуть чисто случайно, просто, знаете, читала комментарии. И вижу, что она и обливает грязью ее. Ладно, я не нравлюсь. А чем тебя она не устраивает? В тот день захожу на свой канал iCook. Смотрю, что там она меня обливает грязью. То есть этот человек не просто ненавидит меня. Он просто получает, мне кажется, удовольствие от того, что оскорбляет кого-то. Как же это вкусно. Еще фасоль у меня была очень-очень свежая, нежная. Когда так бывает, блюдо получается нереально вкусное. Еще хочу приготовить что-то с брокколями. Как вы думаете? А еще мне постоянно пишут с ними грузинские хенгали. Обязательно сниму. Просто у меня недавно прям пельмени были. Мне кажется, это что-то похожее. Поэтому я думаю, немножко дать перерыв. Потом снять. Ну, я обожаю грузинские хенгали. Это лучшее блюдо, которое я ела. Хотя нет, я сейчас сушил. В общем, я обожаю грузинские хенгали. Обожаю. Имбирь. Очень в тему. У меня мама попробовала имбирь. И она чуть не вырвала. Она говорит, что за гадость. Я говорю, мама, все в первый раз, когда пробуют имбирь, суши, фасаби, никому не нравится. Я говорю, надо раз 10 попробовать, чтобы понравилось. А она говорит, в чем прикол? Если не нравится, не ешь. Зачем делать так, чтобы тебе это понравилось? Буквально 3-4 дня назад я встретилась с одной девочкой, с которой очень давно мы не виделись. Ну, в общем. И мы открыли меню, и она начала перечислять то, что она хочет. Она мне такая говорит, ты это пробовала? Я говорю, нет. Она говорит, ну как не пробовала? Ты же блогер, фудблогер. Ты должна есть все. Я говорю, давай. Будем есть все. Так быстро закончилось. А сейчас будет АСМР. Люблю всякие такие видео. Так. Доедаем до конца. Нет, однозначно, это было очень-очень мало. Вот я никогда не могу рассчитать, я смогу это съесть или нет. Вот, например, прошлое видео. Мне реально очень было трудно кушать мед. Там было всего полкило. Я подумала, ну небольшой такой кусочек. Я вроде два пирожных ем. Я ем огромную кастрюлю просто крылышек. Что для меня стоит скушать мед? А оказалось, ребят, это было настолько сложно. Я вроде половину съела. Может, просто я не люблю мед, я не знаю. Но в любом случае, я считаю, что мое видео с медом, это было самое сложное видео для меня. Вот я не знаю, как со стороны это выглядело, но мне было очень трудно его снимать. А на этом все. Я скушала все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас эта мелочь для меня безумно приятна. А я вам в свою очередь желаю приятного аппетита, удачного дня. С вами Блайка Эмили. Всем пока. Рецепт, кстати, кстати. Рецепт в инфобоксе. Совсем забыла водичку попить. Рецепт в инфобоксе.